Антон, тебе осталось учиться полгода, ты уже выбрал себе будущую профессию? Пока еще нет, но постоянно смотрю нашу рубрику «Обратная связь», где узнаю много интересного о различных профессиях. При создании каждого выпуска данной рубрики я опираюсь на предпочтение учащихся, ведь важно предоставить именно тот материал, в котором они заинтересованы, но в то же время не менее важной задачей является приобщение учеников к тем профессиям, о которых они мало осведомлены, что и затрудняет выбор их профессии. Современная молодежь не заинтересована в профессии летчика, а ведь раньше эта профессия была очень уважаемой и востребованной. Поэтому сегодня мы пригласили Попова Семена, бывшего ученика нашей школы, чтобы задать ему несколько вопросов. Что подвигло тебя выбрать именно эту профессию? Ну, у меня дед был командиром вертолета и постоянно рассказывал всякие истории. Меня это заинтересовало. И при выборе, ну, в 11-м классе, когда стоял выбор идти либо в политех, либо в Омск, либо в красноярский диспетчер, я выбрал именно Омское училище летчика, чтобы, так сказать, посмотреть все просторы нашей России. Расскажи о плюсах и минусах профессии. Ну, минусов не так много, как плюсов. Плюсов очень много. Интересный народ. Постоянно с кем-то работаешь. Ну, не постоянно со своим командиром работаешь, а работаешь постоянно с разными людьми в разных городах. Вот, ездили в Горналтайск, работали, смотрели природу очень красиво. Работали, вот сейчас у нас работа в Якутии. Работаем там, строим газопровод, возим также вахты, как и, в принципе, и здесь. То есть, был, ездим каждые полгода в Москву на ТПК, на обучение. Подтверждаем классность. Все время движения, все время какие-то новые задания, новая работа. Интересно. Ну, а минусов? Единственное, что только дома бываешь очень редко. Ну, ты знаешь, на что идешь и выбираешь профессию. Как ты считаешь, почему эта профессия не востребована и не популярна среди молодежи? Ну, я бы так не сказал, потому что все равно университеты, колледжи, они битком набиты. Мы когда поступали в 50-м году, у нас было, у нас поступало 80 человек, а после нас уже в следующий год поступило уже 120 человек на первый курс. То есть, ну, на 40 человек больше. И по сравнению с предыдущими годами, ну, с каждым годом все больше и больше народу поступает. Сейчас на первый курс поступают девочки. Они учатся на еврокоптеры, на маленькие вертолеты, получают белорелебительские, белорусские. И выпускаются, получается, они первый год учатся на маленькие, вот такие вертолеты, а второй, третий курс они уже учатся на Ми-8. Семен, что ты хочешь пожелать нашим выпускникам? Ну, вашим выпускникам хочу пожелать крепкого здоровья для того, чтобы поступить в этот колледж, потому как здоровье там самое основное. Ну, хорошая сдача экзаменов и правильно сделать свой выбор в выборе профессии. Спасибо, что пришел к нам в гости. Мне застали.